Я бы сказал, что сейчас Россия сильнее экономически, чем до начала конфликта. Наши санкции неплохо помогли русским. Они не настолько интегрированы в нашу финансовую систему, чтобы мы могли причинить им серьезный вред. Как санкции помогают России? Ну, им удалось продать все свои энергоресурсы, все минералы, сельхозпродукты через посредников по более высоким ценам и в итоге выйти на своих потребителей в Европе и других частях мира. Так что количество твердой валюты, поступающей с Запада, по сути, увеличилось. В то же время они поняли, что могут продать Китаю буквально что угодно. И в меньшей степени Индии, в этих странах больше миллиарда человек, это огромные экономики, они хотят вести бизнес с Россией. Так что само по себе отсутствие европейского рынка не имело того ужасного эффекта, на который рассчитывали на Западе. Не было ли это той шахматной игрой, которую многие предвидели? Потому что Индия и Китай никогда не будут самодостаточными в плане энергетики. Ну, полагаю, что да. Я не знаю насчет шахматной игры, потому что какие бы ошибки ни совершил Путин, в плане предположений, это не идет ни в какое сравнение с нашими ошибками. Потому что мы предположили, что Россия абсолютно не права, как и остальной мир. Первое. У России отсталая экономика, которая быстро развалится от наших санкций. Это не настоящее государство, в западном смысле. У них нет развитой экономики, они не выживут. Мы считали ее своего рода мегаостровом. Да, у них нет реальной научно-промышленной базы. Сейчас мы видим, что их заводы работают круглосуточно, 7 дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, все то, что должно было быстро закончиться, без возможности пополнения. Мы говорили, что никто не поддержит Россию, что она будет в изоляции. Что ж, теперь я бы сказал, что мир в основном поддерживает Россию. Так что мы и европейцы сами все больше становимся островом. И Россия не собирается разваливаться. Россия еще больше сплотилась. Это страна, которая основана на православном христианстве и русском этносе. Сейчас в России много людей, которые не являются этническими русскими. И к ним относятся как к равным партнерам внутри страны. Посмотрите, к примеру, на чеченцев. Да? Чеченцы – блестящие солдаты, кстати. Я все время слышу, о, они не так уж хороши, нет большего заблуждения, эти люди великолепны. И они все целопреданы. Кстати, если вернуться к царскому периоду, в каждой царской армии был такой контингент. Контингент – казахи, узбеки, чеченцы, тюркские народы, татары, которые воевали против разнообразных врагов, будь то османы, или австрийцы, или кто угодно. Суть в том, что Россия более сплоченная, чем мы. Если вы ищете внутреннее волнение, недовольство, разобщающие силы, в американском обществе этого хоть отбавляй. Но в России все совсем не так. Итак, когда вы смотрите на их экономику, можно сказать, что дела у них идут лучше, но даже до конфликта у них была большая проблема с показателями рождаемости и смертности. Если вы видели соотношение рождаемости и смертности в России, данные этого исследования, у них больше людей умирает, чем рождается. Есть только одна страна с такими показателями. Это один из их союзников, Китай, у них та же проблема. Индия — прямая противоположность. И у нас самих дела не так уж хороши, но Россия — не лучший пример в этом плане. Но я хочу вернуться к мысли... Подождите минуту. Путин согласен с вами. Да. И Путин очень сильно старается, чтобы поправить это. Во-первых, он попытался остановить утечку мозгов. Люди с талантом или какой-либо способностью уезжали из России с 92-го. Он пытается это исправить. По-моему, он добился определенного успеха. Он пытается сподвигнуть людей на... Кстати, интересно, как у него это получилось? Он нашел работу ученым, инженером, которым в противном случае некуда было бы пойти. Он сказал, нам нужно найти этим людям работу, сохранить их, вознаградить их за их таланты. Я думаю, он добился умеренного успеха. Что касается остальной экономики, знаете, изменение этого отношения... Зачем мне заводить двоих, троих детей в мире, где преобладают алкоголики, убивающие самих себя? Это оказалось трудной задачей. Я думаю, он добился в этом определенного прогресса. Я думаю, этот конфликт очень сильно поможет ему. Потому что это война, пробуждение чувства русской идентичности, которая намного больше и сильнее, чем что-либо известное нам. Нужно всего лишь поговорить с людьми в России, спросить их, что они думают. Нам говорят, о, они все боятся Путина, они не скажут вам правду, это не так. Это совсем не так, и они в точности подтверждают мои слова. Сегодня Россия более сплоченная, более единая, чем за последние 30 или 40 лет. Хорошо. А в любой борьбе, кому бы вы не противостояли, вы добьетесь большего успеха, если, так сказать, переоцените своего соперника. То есть будет наивно просто сказать, это простая война, давайте просто сделаем это, вот что произойдет, вот наша цель, так? Так, хорошо. Знаете, я вижу, как враг иногда заставляет тебя сделать что-то, чтобы потом заявить, видите, я говорил вам, они хотели этого с самого начала, например, и мне интересно ваше мнение. А НАТО пытается сделать все возможное, чтобы Украина вступила в НАТО. Нет, мы не пытаемся сделать этого. Нет, именно это они пытаются сделать, они обещали нам, что этого никогда не будет. Но делают это. Нет, это не так. Итак, он давит, 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 давит. И вдруг появляется статья, покажите нам, я думаю, что это Гардиан. А знаете, о чем я? НАТО ускоряет процесс принятия... НАТО снова поддерживает ускоренное членство для Украины. Говорит Клеверли, Зеленский сказал саммиту о том, что Украина может стать двигателем зеленой экономики. Итак, после того, как они говорили нам, что это не приведет, вдруг нам нужно использовать эту возможность принятия их в НАТО. Затем появится Путин и скажет, я же говорил вам, ребята, это их изначальная цель. Вот почему я делаю XYZ, потому что я знал об их планах. Он настолько расчетливый парень, что заставляет своего оппонента, своего врага, раскрыть карты. Или это просто случайность, потому что он не ожидал, что война так затянется? Знаете, я... Вы понимаете мой вопрос? Да, я понимаю. Я думаю, что он крайне умен. И у меня нет сомнений, что он видит в том, о чем вы только что сказали, удобный случай, что его оппонент, по сути, раскрывает карты, показывая, какова наша главная цель. Но я думаю, что вначале он все еще верил в некоторую степень доброй воли на Западе, которую можно использовать. Но ее нет. Вот что он понял. Можете пояснить? Я думаю, он наблюдал за различными администрациями. Помните, он встретился с Бушем. После этого он встретился с Обамой и, наконец, с Трампом. Каждый раз он пытался понять нас, пытался понять наши цели, и я думаю, он слушал, что ему говорили наедине. И он убедился, что эти люди не враги. Знаете, они беспричинно помешаны на НАТО. Он не видел для этого причин. Я имею в виду вполне искренне. Люди говорят одну забавную вещь. Он собирался вторгнуться в Восточную Европу. Погодите-ка, в марте вы говорили мне, что у него маленькая и слабая армия. А сейчас вы говорите, что он всегда хотел вторгнуться. Где правда? Это полная чушь. Он не собирался вторгнуться. Он хотел вести бизнес со всеми. Очень хотел. Потому что он знает, что для дальнейшего роста и развития России нужны технологии. Большинство нужных ему технологий у Германии. Так что Германия невероятно важна для России и всегда была. Сейчас он разворачивается, пытается заменить сотрудничество с Германией на китайскую, индийскую и другие экономики. Но суть в том, что Путин просчитался. Никакой доброй воли не было. И теперь он это знает. Что вы теперь будете делать, мистер Путин? И я думаю, что все русские говорят, хорошо, ты нам нравишься, отличная работа. Армия готова, она функционирует, она достаточно большая для поставленных задач, мистер Путин. Что ты будешь делать? Да, и знаете, в этом есть смысл. Мы увидим, как много из этого было неожиданностью. Решил ли он просто начать это, и потом внезапно все карты были выложены на стол. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Всякий раз, когда такое происходит в спорте, в семье, в компаниях, посмотрите, что происходит в Амазоне. Шесть топ-менеджеров Джеффа Безоса уволились в один день. Посмотрите на твиттер Илона Маска. Уволено 1250 сотрудников. Там сейчас гражданская война, правильно? Они говорят такие вещи. И мы, как читатели, не в курсе. Мы такие, вау, полная жопа в Твиттере, полная жопа в другом месте. Если вы посмотрите на группу Вагнера, или как они там себя называют, появились эти ребята, и он сам миллиардер, у него все в порядке. И, эй, наша цель в том-то и том-то. И затем статья говорит, что Путин исчез. После мятежа Вагнера, пишет Дели Мэйл, Владимир Путин не появлялся на публике после своего обращения к нации о провале Путча. На фоне слухов о том, что Путин улетел в Тверскую область, госсекретарь Энтони Блинкен, кстати, отличный парень, заметил возникшие в администрации Путина трещины. В заранее записанном сообщении Путин назвал поступок группы Вагнера ударом в спину нашей армии и народу России. Мы имеем дело с предательством. Хорошо. И, очевидно, они говорят о том, кто такой Евгений. И я хотел бы, чтобы ты тоже рассказал об этом. В такой момент врагу со стороны очень легко сказать. Смотрите, что там происходит. Даже его люди не поддерживают его решение. Его вот-вот заменят. Это будет очень скоро. Последний раз это было 25 лет назад. За неделю кто-то появился и возглавил Россию. Именно это произойдет, так? По противоположным мнениям, вы сказали, это очень быстро случится на Украине. Другая сторона, он вот-вот падет, и это случится очень быстро. Это очень плохо, когда лидер страны вынужден уйти, потому что боится за свое будущее. Во-первых, есть точка зрения народа. Во-вторых, у него 89% поддержки. И если так, почему люди идут против него? И есть записи, где люди поддерживают Евгений и говорят, «Эй, спасибо вам, глаз народа». Что ж, люди, которые благодарили Евгения Пригожина, благодарили его не за подъем какого-то восстания, они благодарили его и группу Вагнера за проявление героизма от имени русского народа. И люди, которые это делали, также говорили, «Знаете, мы любим Путина, мы любим нашего президента». Я думаю, что люди, прежде всего, ошиблись с предположением, что происходящее было восстанием. Это не так. И Пригожин ясно дал это понять. В будущем мы узнаем больше. Но в данный момент нам известно следующее. Прежде всего, Путин никуда не сбежал, он не был напуган. Из 30 тысяч человек, он взял 10 тысяч бойцов внутренних войск, очень серьезно вооруженной полиции, и отправил их в различные районы, потому что у них уже были разведданные о многих украинских террористических ячейках. Они просто вышли и устранили их. Они просто сказали, «Давайте сделаем это, покончим с этим, на случай, если между ними и группой Вагнера есть какая-то связь». Оказалось, что Путин разговаривал напрямую с Евгением Пригожиным. Предположим, что это правда. Пригожин утверждает, что говорил с Лукашенко, президентом Белоруссии. Если это правда, и Путин говорил с ним, тогда все закончилось очень быстро. И решающим аргументом для этого, по словам Пригожина, стало нежелание проливать русскую кровь. Тогда возникает вопрос, зачем вы это сделали? И одна из ключевых причин, есть два варианта. Первый. Я думаю, что Пригожин говорил от лица многих людей, которые очень недовольны Герасимовым и Шойгу. Потому что они очень стремятся завершить этот украинский конфликт. Давайте закончим. Единственный способ остановить его — наступать, атаковать и разбить врага. И на их взгляд, у Украины осталось так мало сил, чего мы ждем. Давайте завершим дело. Чем дольше мы ждем, тем большая вероятность, что НАТО и его друзья найдут повод вмешаться. И мы этого не хотим. Позиция Путина — «Я сдерживаюсь на случай, если НАТО вмешается». Иными словами, у меня сотни тысяч солдат, большой стратегический резерв. Если они достаточно глупы, чтобы вмешаться, у меня под рукой будет эта сила. Вот спор, который разворачивается. Мы слышим о перестановке в российском командовании. Вы помните, что Путин встречался с журналистами? С небольшой группой. Он говорил с ними три часа. Нечто неслыханное здесь, в Соединенных Штатах. И он был очень прямолинейный и откровенен. У нас есть транскрипция. Один из возникших вопросов был о высшем руководстве. И один журналист сказал, «Знаете, нас беспокоит то, что мы получаем обратную связь от солдат. И мы слышим от них, что нам нужны более агрессивные, более решительные лидеры». И он сказал, «Знаете, в этом есть доля правды. И я должен подумать об этом, я должен заняться этим». Я думаю, мы увидим перестановку в высшем командовании. И есть неподтвержденные слухи о том, что командующий ВДВ России скоро возьмет управление. Я не знаю. Я нигде не видел этому подтверждения. Это может быть правдой. Также в том же сообщении говорится, что Герасимов возвращается на прежний пост начальника генштаба. Он больше не будет иметь отношения к событиям на Украине. Шойгу, похоже, остается Шойгу, он друг Путина. Я не думаю, что Путин напрямую винит его в ошибках, потому что он гражданский, он непрофессиональный солдат. Так что я думаю, что мы увидим некоторую перестановку в командовании, и это может предвещать какие-то наступательные действия. Есть другая теория, что это было тщательно организованное шоу для Запада. Чтобы убедить всех, что Россия разваливается, и увидеть всеобщую реакцию. Я так не думаю. Я тоже. Я склоняюсь к первому варианту. Да. И люди говорят, о боже, как такое возможно? Джордж Маршал освободил от должности 32 корпусных и дивизионных командира менее чем за три года сражений во Второй мировой. Большое количество старших офицеров было уволено и заменено и назначено на другие должности. Это обычное дело на войне, это случается. Если этого не происходит, у вас большие проблемы. Я постоянно слышу одну и ту же жалобу, что в американских вооруженных силах не меняется командование. Почему? Потому что это бассейн со стоячей водой. Вам нужны люди, таланты, свежая кровь, свежий взгляд. Я уверен, что Путин осознал такую необходимость в российской армии. И мы увидим это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова